Всем здорова! Это то самое видео на тему посторонних программок для Pad of Exile. Меня очень просили сделать про некоторые, поэтому я выбрал 4, которыми пользуюсь сам и решил вам про них рассказать. Первое это Awakened Poet Raid, второе это Exile and Snacks, третье это Loot Bot и четвертое это, знаете что, это Harvest Vendor, программка для Harvest. Итак, я только что записал это видео, полностью 25 минут, довольный, начал его загружать на YouTube, смотрю, а у меня выключился микрофон спустя 2 минуты, и я такой, как классно перезаписывать полностью. И вот сейчас я перезаписываю. Замечательно. Итак, начнем с самой простой, самой, наверное, популярной программы, это у нас будет Awakened Poet Raid. Awakened Poet Raid, вы заходите на этот сайт, все 4 ссылки на скачивание каждой из 4 программ, естественно, будут в описании, заходите, Awakened Poet Raid, нажимаете Download, выбираете нужную вам программу. Я думаю, вы тут разберетесь, там будет просто обычный инстайлер. Вы скачали, он у вас появился на рабочем столе, вы его открыли, у меня он уже открыт. Смотрите, у вас тут есть настройки, по факту ничего вам тут не нужно, вам нужно 2 комбинации клавиш, невероятно сложные, очень качественные. Это Ctrl или Alt, плюс D, как вам удобнее. И, как ни странно, и Ctrl, и Alt, плюс D. Потрясающе, не правда ли? Дальше, как от ним пользоваться? Допустим, вы хотите просто пресс-чекнуть, выпал вам HeadHunter с пола, вы счастливы, нажимаете Ctrl D. Как ни странно, вот, 69 экзов, 67 стоит HeadHunter, примерно. Сейчас самые дешевые офферы, сперху у вас показывается цена, я сейчас не могу двигать мышкой. А ниже у вас показываются именно предложения по трейду. Если же вы хотите посмотреть именно вещи с какими-то определенными роллами, вы нажимаете Ctrl Alt, уже обе клавиши, и выбираете, допустим, только с 30% урона по мубам. Правда, смотрите, там 67, там 68, самый дешевый. Нормально? Нормально. Также, допустим, с пресс-чеком рарок. Для рарок это достаточно сложнее, но ничего принципиально важного. Допустим, вот у меня есть амулет какой-то, вы выбираете нужные вам статы, выбираете нужные вам роллы, допустим, 37, нажимаете, там вот, самый дешевый на трейде 170 экзов, например, и так далее. Выбираете все, что вам надо, также можно искать и базу, допустим, сколько стоит база этого амулета, только база. Выбираете только item level, только влияние, одно, потому что два влияния, это уже после крафта, объективно они будут дорогие, и нажимаете там категории, либо просто амулет, любой, либо если вы хотите, вот конкретно джейт амулет, который у меня, и нажимаете все. Смотрим, такая база, 15 хаосов, дай бог, что она стала, 15 хаосов. Отлично, отлично. В принципе, по Evacent Point Trade больше ничего, просто две комбинации клавиш, пресс-чек вещей, все. Также можно смотреть имплезиты, вот тут имплезиты, можно смотреть там, какое конкретно кольцо, игнорировать статы, выбирать на трейде, еще есть вот функция посмотреть именно на самом трейде, вы можете нажать на кнопку, у вас откроется прямо в ой браузер, вы такие оп-оп-оп-оп-оп, смотрите, какие кольца есть, можно даже написать человеку, если вы вдруг хотите это сделать, и потом просто нажать в escape, оно закрывается. Замечательно. Идем дальше. Вторая программа, теперь нам для программ понадобится такая вещь, как автохоткей. Вторая программа, которую я использую, это лутбот. Я его перекидываю на основный монитор, лутбот. Здравствуйте. Как ни странно, из названия можно подумать, что это бот, но это не бот, это просто обычные макросики для трейда. Для него, как и для следующей программы, вам нужно будет скачать автохоткей. Это очень важно, очень полезно. То есть вы нажимаете там download here, у вас тут автохоткей, я думаю, вы разберетесь, я не буду это все делать, у меня это все на компе есть. Потом вы нажимаете download script, скачиваете скрипт, если у вас уже есть хоткей, у вас будет что-то по типу вот такого, ну не на рабочем столе, а в загрузках, я это перекинул себе на рабочий стол. Вы запускаете, два раза нажимаете, у меня он не запущен, поэтому я нажму. Наебал он у меня запущен. Нажимаю нет, потому что он у меня уже есть на компьютере, есть в запусках. Итак, что надо сделать, нажимаете F10, F10, кнопочка F10, на клавиатуре у вас открывается менюшка. Возможно, оно у вас будет в лайт-версии изначально, то есть что-то по типу вот такого, вы нажимаете switch to full, то есть чтобы у вас открылось вот это. Проходимся по функционалу. Первые три, это чисто дефолтное писькомерство. Писькомерство, тут вы можете вписать свой ник, имя аккаунта и лигу. И если вы там, допустим, невероятный, solo self-found, хардкор плеер, топ-10, у вас будет вот тут вот писать то, что вы топ-10 по уровню на SSFHK. У вас будет стоять от этого биба, вам будет прекрасно. Идем дальше, тут можно подключить Steam, ничего интересного, ничего интересного, этот функционал я не трогал, оно мне не надо. Дальше, логаут, опять же, если вы невероятный хардкор, solo self-found плеер, вы можете установить себе логаут, и как только вы видите, что ваше ХП просело на 10 единиц, вы можете сразу херачить со всей дури по этой кнопке и логаутиться. Отлично, отлично. Force Logout тоже самое, только он закроет вам вообще все. Вы нажимаете на кнопку, по и исчезает с компьютера, оно удаляется просто. Дальше, кнопка, которую я не использовал, Remains показывает, сколько мобов осталось, это просто дефолтные команды в чат, которые есть в самом Пое. Хуись, вы можете посмотреть информацию о человеке, допустим, я там кто-то писал, я нажимаю F4. Это был кореец, то есть вот последнее сообщение. Это был кореец, который играет на 76-м левеле рейдерке в ритуал лиги, и на самом... он фармит каньон, чат, кто не знал, он фармит каньон, видите, информация, шпионство. Просто шпионство. Идем дальше. Дальше можно кикнуть по какой-то кнопке, опять же, все это можно перебиндить, даже все команды можно переписать, все клавиши можно перебиндить, как вам удобно. Это кикнуть и спать, и человека, который, допустим, трейдерись, он вам уже не угоден, он вам не нужен, вы его выкидываете. Мусор. Дальше, F5 это travel to hideout, допустим, когда вы находитесь, а я покажу наглядно, вот допустим, вы там полетели, к какому-то челу в hideout, нажимаете visit hideout, допустим, по трейду, как пример. У меня тут, кстати, замечательный баг света на вебке, я думаю, он вам очень не мешает, это из-за того, что у меня вот тут находится окно, это замечательное окно находится на восточной стороне, сейчас утром, мне светит солнце, оно пересвечивает хромак, мне еще не привезли шторы, поэтому страшно, надеюсь, вам это не очень мешает. Вы заходите, вот вы видите у него аниме, вы такие, блядь, я же хейтер аниме, за что нажимаете F5 эвакуация, и эвакуируетесь из hideout, вы теперь у себя. Отлично, отлично, смотрим дальше. Так, слайс, ничего интересного, это всякие настройки чисто визуально, вот это вот фигни, оно вам не надо, и дальше идут просто макросы, допустим, control 1, вы можете отправить сообщение последнему человеку, с которым у вас был диалог в личке, то есть, если вам написали по трейду, вы можете написать, допустим, человеку control плюс 2, нажимаете, ему автоматически будет написано sold, и так далее. То есть, вы можете написать что угодно, опять же, тут можно вписать, что угодно, оно будет писаться. Особо тут нечего рассказывать, дело только в вашей фантазии. Можете написать то же, что у меня, можете написать что другое, ваше дело. Нажимаем save, дальше. Идем по другим хот-кейм. Третья программка, третья, это, наверное, будет по E-Horvest Vendor. Опять же, тут ничего особо сложного, очень упрощает жизнь. Тут есть полный гайд по установке, если вы вдруг не разбираетесь с английским, я вам расскажу. Вы сначала качаете capture to text, потом качаете harvest vendor, тут ничего сложного, нажимаете на кнопку, тут будет экзешник, и там и там качаете, в одном будет архив, и в втором экзешник, и вам это нужно закинуть в одну и ту же папку. Сейчас она у меня уже где-то есть. По-моему, у меня файл называется что-то по типу хорвест, вот хорвест. Оно у вас должно выглядеть вот так, то есть вот у вас будет программка, и вторая программка. То есть вы в папке открываете capture to text, он у вас запустился, вот он у вас в программах, и теперь можно открывать по E-Horvest Vendor. Нажимаете запустить. Теперь у вас запущено и то, и другое. Теперь вы можете зайти в игру и нажать control D. Меня наебали или что? Почему у меня ничего не работает? Что за украинские пранки? У меня вот сейчас, ладно, давайте перезапустим. Может я, конечно, инвалид, и у меня что-то было не включено, я выключу на всякий случай лутбота, чтобы он мне не мешал. Выключу это. Только что все работало, я все записывал, все было отлично. Еще раз, capture to... Блядь, отмена. Capture to text, запускаем. Проверяем, запущено, потрясающе. Теперь запускаем по E-Horvest Vendor, запустить. Все работает. Нажимаем control D. Почему мне напоминает, что меня наебали? Только что у меня все работало прекрасно. Теперь что-то не работает. Что я сделал? Ебаный ворот. Ага. Что я в своей жизни сделал не так? Может, она перестала работать клавиатура? Нет, не перестала. А в чем пранк, чат? У меня очень большой вопрос. Встал. Встал вопрос. Что я в своей... Ладно. Давайте сделаем все заново. Почему бы и нет? Заодно будет гайд по установке этого говна. Мы удаляем, естественно. Что мы делаем? Удаляем. Мы идем на сайт, который будет в описании. У меня тут уже пиздец сколько всего включено. Опять же, нажимаем скачать. Архив этот у меня есть, поэтому качать я не буду. Нажимаем download. Оно скачается через 3 секунды. Ничего интересного. Нажимаем скачать. Harvest. Нажимаем exe. Скачали. Потрясающе. Теперь мы при... Преустанавливаем это все в папку. Раз. Установили. Теперь у вас тут в загрузках будет архив. Естественно, вы покупаете WinRar. У меня он уже куплен. Скидываете сюда папку. Отлично. Все скинули. Теперь запускаете сначала Capture to Text. Потрясающе. Запустили. Запускаете Harvest. Запустить. Запустили. Теперь вы заходите Ctrl D. У меня только один вопрос, блядь. Что не так? Возможно, конечно, меня наебали где-то. Я понимаю, что я как моральный урод это даже не буду вырезать, но я действительно не могу понять, какого хера у меня оно не работает. Честное слово. Я буквально минуту назад спокойно все это сделал. Может, я слишком слабо нажимаю на кнопку? Может быть, я дебил? Может быть, что? А ничего. Я действительно не могу понять, что не так. Проверка. На сайте должны для дебилов таких, как я, все объяснить. заходим, смотрим. Download. Сделали. Create a folder, put a harvest. Сделали. Run harvest vendor. Запустили. If you download... Ага, 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 ага. Ага. How to use? Ctrl-Shift-G opens GUI. Start scan. Ctrl-Shift-G. Я долбоёб, я использовал не ту комбинацию клавиш. Я конченый дебил. И я это не буду вырезать, потому что я еще и мразь. Отлично. Идем дальше, идем дальше. Ну, затянул видео, ну, бывает, но с кем не случается. Выключаем, я этим уже пользовался. Этим уже пользовался. Я использовал просто клавишу Ctrl-Alde. Ну, конченый, конченый. Итак, как это работает? Кантка это работает. Нажимаем Add Crafts, чтобы добавить их сюда. У вас будет возможность их захватить. Какого хера оно не сработало. Нажимаем, зажимаем. Вот, видите, у вас выделилось. Вы выделили это все? Отлично. Оно грузит. Оно ждет. Оно делает. Раз, два, три. Я чародей. Видите, и оно у вас все появилось. То есть, вот у меня есть Remove Creed, оно закинулось в ремуф автоматически. Augment Caster, оно закинулось в Augment Caster. Augment Fire Lucky, оно закинулось в Augment Fire. Потрясающе. Потрясающе. Вот тут вам нужно вписать свой EGN. EGN это InGame Nickname. У меня вот такой, у вас может быть другой, может быть у вас такой же каким-то образом, я не знаю. Можете поставить галочку на CanStream. CanStream это значит то, что когда вы будете крафтить, можете поставить галочку, дойдете и в Дискорде включите стрим, как вы крафтите. Почему бы и нет. Соответственно, у вас оно скопировалось. Тут вы можете вписать цену. Я вписывать цену не люблю. Я люблю кидать офферы людям. Когда мне кидают офферы, может быть, вам даже кинут оффер больше, чем вы ожидали и хотели поставить значальную цену. Теперь, когда у вас уже есть, вы можете выделить и то, что ниже. Я этим уже не буду заниматься, чтобы не тратить время. Нажимаю Create Posting. Теперь вам нужно этот постинг скинуть в ТФТ. Запускаем. Это не ТФТ. Осуждаю. Открываем Augment. Augment. Раздел Augment. И нажимаем просто Ctrl V. Оно у вас скопировалось. Вот. ВТС, Ritual Softcore, CanStream, если надо, и ваши крафты. Если вы писали цену, вот тут еще будут цены. Видите, вот человек, человек пользуется тоже Harvest Vendor. Здравствуйте. Это тоже, вот все, люди пользуются Harvest Vendor. Вы можете нажать Enter и вам будут писать люди. Так как я не хочу, чтобы мне во время видео писали, я Enter нажимать не буду. Нажимаем крестик. Все замечательно. И последняя программа, последняя программа, но не по важности, это Exile Next. Вот она так замечательно выглядит. Ссылка, опять же, в описании, как ни странно. Вы все качаете, все устанавливаете, ничего сложного. Нажимаю Ctrl D, чтобы на рабочий стол, вот Exile Next, мы его запускаем. Эта программа для пресс-чека либо вкладки, либо инвентаря, либо конкретных предметов, либо для пресс-чека вот этого замечательного засвета на хромакее. Надеюсь, он вам не мешает. Итак, как ей пользоваться? Когда вы открываете, у вас нужно будет вписать определенный текст из кэша вашего браузера на сайте PoE. Я это показать вам не могу, потому что у всех он разный. Гайд есть на странице с установкой, надеюсь, вы все нормально разберетесь. Вы вписали, у вас откроется вот это. Будет профайл, все будет отлично. Настройки. Нажимаем настройки. Выбирайте профиль, у вас он будет по началу один, так же, как и у меня. Выбирайте лигу, которую у вас, выбирайте лигу для пресс-чека, выбирайте вкладку. Например, я хочу пресс-чекнуть свою вкладку с валютой. Я называю Save Profile. Итак, у меня во вкладке с валютой лежит всего 149 тысяч хаосов. При этом, при всем, профит составил 0 хаоса в час, потому что я уже час сижу в хайдауте и нихера не делаю. Справедливо? Справедливо. Тут у вас цена каждого. Ну, то есть, цена, допустим, вот Мирора, столько-то. Цена Экзалта, столько-то. И общая цена в сумме. То есть, у меня есть 3 Мирора, они в сумме составляют вот столько. И так далее. Тут можно скалировать по алфавиту, скалировать по вкладкам, если вы выбрали несколько, по тому, карабченная она или нет, по количеству линков, по квалити, которого на валюте быть не может, по левелу, которого на валюте быть не может. Вот, допустим, можно по количеству. То есть, больше всего у меня шанс арбов. По цене самый дешевый, это вонючий образец каталист, самый дорогой, как ни странно, Мирора в каландр. И, естественно, по тому, сколько они в сумме составляют. То есть, на первом месте у меня это, на втором это, на третьем это. Тут все понятно. Дальше. Мы можем также смотреть отдельную цену, сколько что составляет. Допустим, я хочу посмотреть свитки. Вот, насколько я богат свитками. Я пишу сюда в поиск скролл. У меня есть и свиток портала, и свиток мудрости. И в сумме они стоят 23 хаоса. Потрясающе. Соответственно, я имею на 15 хаосов свитков портала, на 7 хаосов свитков мудрости. Класс. Дальше. Я хочу посмотреть еще, как работает, допустим, профит в час. Если я заберу 10 экзов у себя из вкладки, оно обновится сразу, обновится, уберу скроллы, у меня исчезли мои 10 экзов, я нажимаю обновить, и у меня профит в час будет минус уже. Когда оно все обновится, я этим сейчас не буду заниматься, их положил обратно. Все отлично. Оно сохранилось, все работает. Дальше. Если вы хотите, допустим, считать профиль, точнее, профит ваш в час, вы можете создать, допустим, отдельную вкладку, отдельную вкладку, плюс выделить инвентарь персонажа и просто скидывать в пустую вкладку все. Допустим, вы там фармите каньоны, вы хотите посмотреть, сколько вы фармите в час. Вы нашли какую-то свободную вкладку, пустую, закинули туда весь ваш хлам, закинули хлам в адвентарь, который вы получаете, и там, смотрите, допустим, у меня там будет профит 100 хаосов в час, покчамп, покчамп, и так далее. Тут, в принципе, ничего интересного. Еще я хотел бы выделить функцию полезную, если у вас есть вкладка с карточками, вы заходите, убираете вкладку с урлит, вот у меня вкладка с карточками, она с ним называется, save profile. Обновляем. И это моя вкладка с карточками. То есть, как у вас выглядит картах с карточками в поем. Выглядит как пиздец примерно. Ну, то есть, если вот удача что-то найти, ну, то есть, страшно, страшно. Вы открываете, и вы можете посмотреть, есть ли у вас какие-то дорогие карточки, потому что очень часто вы можете обо них даже не знать. Посмотрите, у меня тут есть Iron Bart, который стоит 100 хаосов, если что. У меня есть самурай-сайд две штуки по 90 хаосов. И можете посмотреть, какой, допустим, value у вас составляют основные карточки, вы можете их продать. То есть, карточки, о которых вы даже не знали, как пример, вы можете выставить и продать. Очень удобно, очень приятно, очень качественно. У меня оказывается на 45 хаосов карточек. То есть, если мне не было впадлу, я бы их даже продал. Если вам не лень, вы можете посмотреть, по 32, по 50, то есть, вы, может быть, что-то такое скинули, что вы бы хотели продать. Очень может быть полезно. На этом, в принципе, все. Я бы больше всего не хотел. Вот, допустим, я перекинул из одной карточки, у меня прибыль минус 144, минус 1400 экзов в час. Классно оформлю, мне нравится. Все. Всем спасибо большое за то, что вы посмотрели мое видео, кто-то смотрел до сюда. Ссылки на абсолютно каждую программу будет под видео. Я бы вас хотел попросить, естественно, зафоловиться. Естественно, как и естественный, потрясающий, невероятный YouTube черт, я бы хотел попросить вас нажать на колокольчик. При этом, при всем, я бы вас еще хотел забайтить на свой стрим, ссылка под видео. Забайтить и подписаться на группу в ВК и на всю остальную фигню. Как же без этого? На этом все. Я очень рад, что вы посмотрели мое видео. Буду не менее рад, если вы окажетесь на моем стриме. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok